Это не является глупостью, я думаю, что это не то, чтобы очень похоже на правду, а если в этом долго ковыряться, начинаешь понимать, что это может быть правдой. Но я, тем не менее, штаны эти не ношу, потому что догадываешься, я буду догадываться, если я скажу. Вообще, я должен сказать, что мы можем по-разному относиться к советскому периоду, большевики плохие и хорошие, но вы не представляете, что такое была церковь до революции. Это была жесточайшая такая, как бы сказать, система контроля мозгов. Вас на работу не могли взять без предъявления справки о том, что вы прошли таинство исповедования. То есть это покруче, чем КГБ, ребят, уверяю вас. Оно работало очень крепко. И вот не удалось большевикам их до конца утоптать, видите, они снова родились. Вот, кстати, и атакерок на том же самом прокололся. Знаете, как это такое атакерок? Это основатель турецкого государства. Он тоже пытался ислам загнать за маженство в своем государстве. Очень интересно, что считают современники, ну вот наши современники по поводу того, почему ему не удалось до конца утоптать, соответственно, значит, ислам как революция. Он прокололся на туалетах. Вот, находясь в незнакомом городе, не знаешь, где пописать, правильно? А в отличие от наших церквей, при всех мусульманских мечетях есть туалет. Ну где-то, даже не то, чтобы пописать, пока ты не можешь. А ты там должен руки помыть, там пройти вот эту процедуру очищения перед молитвой. И поэтому, ну даже если человек не думает ни о чем таком, он идет по городу, ему где-то пописать надо. Куда он идет? В мечеть он идет. Понимаете? Ну вот прокололся. И теперь, конечно, то, что происходит в Турции, это, в общем, с моей точки зрения ужасно. Там, ну так, не так, как у нас. Ну, наверное, примерно так же, как у нас возрождается христианская религия, там возрождается ислам. Хотя надо сказать, что самый умеренный, пожалуй, ислам, это в Турции. И вообще, рекомендую посетить город Стамбул. Я в нем был раз 20, наверное. Это один из моих любимых городов, я туда очень люблю ездить. И там есть такая очень интересная деталь. Там, по современным веяниям, вокруг Минбара, то есть центральной части, если ты входишь в мечеть, там ковры лежат. Ну, потому что, в отличие от христианских рабочих, народ молится на колени. Правильно? Вот. И там лежат ковры. Так вот, под этими коврами теперь сделан теплый пол. Я вот, когда приезжаю в Стамбул, первое, что я делаю, бросаю рюкзак там в отеле и сразу иду в ближайшую мечеть, сажусь туда и греюсь. Так приятно. Главное, можно спокойно, не спеша там посидеть, подумать о вечности. Питать этот город. Город действительно замечательный. Наверное, я бы сказал, мой любимый из всех. Ну, скажем так, он не так изгашен, как Москва. В Ушковом. Вот, на самом деле, самое интересное, это русская пословица. Нас оставит Богу молиться, как Богу образ шибет, да? И что же получается, он по мусульманскому обряду должен расшибеть? Понимаете идею, да? Страна, может, и христианство, а вот пословица, не совсем. Так. И, кстати, а кто из вас знает, что такое камни Кааба? Понял. Безнадёжно. Значит, не рассказывай. Камни Кааба есть не только в Мекке, они еще и в Стамбулу. Более того, как вы понимаете, если вы захотите сделать паломничество в Мекку, то шансов дотронуться до камня Каабы у вас нет никаких. Понимаете, да? Там такие толпы бируют. Телевизоры, наверное, видели. А в Стамбуле это можно легко сделать. Вроде бы, камень в свое время упал с нету, да? Это легенда. Я вам говорю торгом, что в Стамбуле, в отличие от Мекки, его можно потрогать руками. Так, следующий пункт готов у нас, пятый или шестой? Так, координатный момент количества движения. Координатный момент количества движения. И это тот самый, который я вас просил написать в тесте. Понимаете, да? Который не одна П? Да. Он. Он же орбитальный. Ну или координатный. Координатный, орбитальный. Просто два раза в тесте. Так, значит, я напишу, что мы получили уже. Мы получили Lz, естественно, ну не совсем Lz, а какой? Lz в координатном представлении, да? Как он выглядит? Ну, вот лучше какую стрелочку такую рисовать. Минус Ih dpdφ, да? Вот. Надо было в таком лице, в координатном представлении написать в тесте? Нет. Там надо было в цитер на П. Ну, в каком-то виде, там, через антисимметричный тензор, или там, через векторное произведение, неважно. Lx и Ly тоже, да? Стрелочку рисуем в координатном представлении. Я просто запишу справку, естественно, мы это не вычисляли, и вычислять не будем. Синус I dpdφ плюс катангенс тета косинус I dpdφ. Минус H косинус I dpdθ минус катангенс тета синус I dpdφ. Так, скобочку, да? Закрыли. И еще один, а, да, значит, еще один самый важный. Это уже безразмеренный квадрат, у которого мы H квадрат убираем. минус минус синус тета, dpdθ минус синус тета, dpdθ, плюс единица на синус квадрат тета. Ну, на самом деле, вы эти формулы, конечно, можете найти в разных книжках, но мне хотелось все-таки их выписать, чтобы они у вас были в том виде, в котором, с моей точки зрения, они самые внятные. Так, и вот смотрите, вот здесь, смотрите, я поставил три палочки, да? Три палочки, то есть по равенству, по определению. Минус, и вот такой значок. Кто знает, как эта штучка называется? Оператор чей-то. Угловая часть у пласята. Может, он и чей-то? Не знаю. Увы, значит, вот я целе-то не знаю, чей-то. Это оператор бельтрами называется. А, точно. Может быть, может быть, это. ТВ, ДВА, ГОВОРИТСИ, ДВАЖДЫ. А, да, согласен. Ага, значит, вот как выглядит координатный момент количества движения в координатном представлении. Ну, и нас, естественно, интересует такая штука, как RLM, да? То есть собственная функция, давайте ее напишем, что это такое, то есть L квадрат, действуя на LM, дает нам H квадрат L на L плюс 1 LM, а оператор LZ, действуя на LM, дает нам HM на LM. Это я на всякий случай повторяю то, что и так вроде бы известно. Соответственно, давайте L напишем один раз. L альфа есть E, альфа, бета, гамма, R, бета, п, гамма, да? Значит, вот что такое координатный или орбитальный момент количества движения. Да, так вот. Да, оператор L квадрат, смотрите, есть минус вот эта фотогловая часть лоплосиана. Соответственно, если ей подействовать на LM, да? Ну вот на эту, да, штучку? То есть напишем минус лоплосиан, тета, фи, действуя на RLM, LM, дает нам L на L плюс 1 RLM. И тогда можно записать RLM вот в таком виде. R от R на YLM вот это фи. Такие функции называются в математике с ферическими гармониками, да? А можно понять, что мы пишем, зачем мы пишем, для чего? Вот это и вот это я написал для справки. Ну, грубо говоря, вот это мы с вами получили. Понятно, что это, это и это тоже можно получить. Примерно такими же действиями, как мы это делаем на LXLM. Для меня на самом деле важно написать некие выражения, по которым вы сможете проделать некие простенькие выкладки, которые приведут вас к утверждениям значимым для квантовой механизмы. Собственно, для этого я эти выражения и пишу. Чтобы вы их не искали по книжкам. Потому что книжкам, к сожалению, в чем там проблема? Во-первых, они по-разному определяются. Во-вторых, допустим, в некоторых книжках, особенно астрономических, полярный угол не является полярным углом, а он отчитывается от эгбатриальной плоскости. Соответственно, там все по-другому. Вот я, чтобы в каком-то смысле иметь запрятное изложение, решил эти формулы написать так, как они мне нравятся. Если полярный угол отсчитывается от полярной оси. А можете еще раз сказать, что вот последнее написано R на LM равняется вот этот большой R. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.